На 101.ФМ программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Михаил Шевелёв, руководитель Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, добрый день. Юлия, добрый день. Вначале мы напомним, как можно с нами связаться. Во-первых, это портал эхакирова.ру, где в разделе «Анонсы» можно оставлять вопросы нашим гостям. Также можно писать мне в Твиттер по ходу программы, постараюсь задать вопрос. Ну и, собственно, именно с этого я и хочу начать, Михаил. Вопрос с нашего сайта. Господин Шевелёв, у меня к вам три вопроса. Первый. Какие реальные источники финансирования отделения партии в регионе? Можете ли их назвать, не стесняясь? Второй. Какой годовой бюджет отделения партии по доходам и расходам? И третий. Как вы оцениваете реальную поддержку в процентах вашей партии избирателями? Вопросы очень конкретные, хорошие. Видно, что человек действительно интересуется. И на самом деле секрета нет. То есть партия у нас очень небольшая. По большому счету источниками дохода у нас являются исключительно средства членов партии. Цифра, она, в принципе, достаточно такая скромная, то есть до миллиона рублей. Ну и практически это все те деньги, которые выходят на административную работу. До миллиона рублей это вы имеете в виду общий бюджет как в год? Годовой, да. То есть это исключительно административная работа, которая связана с содержанием аппарата, с содержанием офиса, пространства, товаров, ну таких элементарных, собственно говоря, вещей. По большому счету основная работа, которая сейчас проводится и в принципе, которая проводила всегда, это информационно-аналитическая работа. То есть мы взаимодействуем с разными абсолютно политическими силами, то есть устраиваем как можем собственный бэкграунд, скажем так, да. И, ну, стараемся достаточно независимую политику проводить. И поэтому, может быть, у нас не так много спонсоров, а может их не так много, исходя из как раз сегодняшних политических реалий Российской Федерации. Так, ну хорошо, а вот поддержка вашей партии избирателями в процентах? Она, ведь достаточно понятная цифра, то есть на самом деле проголосовали за нас по Кировской области, я не помню, мы были где-то в власти, где-то примерно меньше полпроцента избирателей. То есть, соответственно, ну в тысячах человек, я могу сказать, что это побольше десяти тысяч человек. Ну, я могу сказать, что я за вас голосовала, Михаил. Вот, Юля, мне это очень приятно, потому что на самом деле, вот, скажем так, из нашего круга, да, то есть люди, которые подходили и говорили о том, что почему вы не были более, скажем так, активны, ну, не сильно, что ли, себя продавали, ну, продвигали, скажем так, да, то есть мы порекомендовали, как бы, с точки зрения лиц, с точки зрения понятных и позиций, то есть, наверное, это действительно, ну, наша недоработка, скажем так. Я честно, наверное, об этом признаю. Ну, так вот, так это выстраиваться. У нас есть ряд проектов, которые мы всегда поддерживали в большей степени, наверное, и они всегда, ну, что ли, являлись для нас в приоритете, то есть это какие-то реальные дела, там, какой-то журнал, реализация проекта поддержки местных инициатив, либо, ну, другие вещи, связанные с поддержкой предпринимателей, там, в реальном секторе. Ну, я надеюсь, что вы озветили Николаю, и давайте пойдем тогда по моим вопросам. Вот, в первую очередь я хочу поговорить о дорогах. В минувшую неделю все порталы новостные написали о том, что ура, наконец-то дороги в Кирове отремонтируют. Мы попали в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». До 2025 года 85% дорог Кировской городской агломерации, это Киров-Чапецк-Слободской, должны быть приведены в нормативное состояние. На это потратят совершенно какие-то рекордные суммы денег. И вот на прошлой неделе прошли общественные слушания, на которых вы, Михаил, были. Вот, что интересного вы из этого для себя вынесли? Ну, давайте начнем с того, что эти общественные слушания были, в общем-то, обязательными. То есть, федералы, выделяя средства на сегодняшний день, все чаще ставят в качестве основных приоритетных требований проведение общественных обсуждений, слушаний, создания каких-то общественных комиссий. То есть, требования услышать, как бы сказать, голос народа, требования, чтобы это было, скажем так, деятельно и было по, скажем так, по расходам бюджетных средств более прозрачно. Вот. И я бы здесь отметил, потому что действительно в требованиях вот как раз этого проекта по безопасным и качественным дорогам, оно как раз предусматривало обязательное общественное обсуждение. Что касается содержательного спектра, я должен сказать, кстати, что людей неравнодушных, я бы сказал, профессионально понимающих проблему, профессионально понимающих, скажем, проблему именно там строительства качественных дорог, протяженности дорог, необходимых ресурсов на этой дороге, и там, ну, их было немало. То есть, у вас не было ощущения, что эти слушания, ну, как бы для галочки, потому что нужно? Не совсем так. То есть, по составу участников такой формализации не было, потому что она была достаточно открытая. Ну, я, в принципе, записался и приехал. То есть, это приехали действительно неравнодушные инициативные люди, скажем так. Вот. С точки зрения содержания, закрытости как таковой не было, но сам подход, он свелся не к обсуждению всего проекта «Безопасные и качественные дороги», а в большей степени обсуждались как раз ближайшие два года, это 2017-2018 год, на которые запланирован общий объем средств порядка 2,7 миллиардов, и, согласно этому проекту, в эти два года должны, ну, скажем так, закатать по асфальт три города под эгидой того, что нужно подготовиться к капитальным вложениям, ну, в такую, скажем, межгородскую инфраструктуру. Вот. И отсюда все, там было много достаточно общественников, людей, которые занимаются, ну, скажем так, и этот год провели очень серьезной работе, связанной с контролем, с общественным контролем за качеством дорог. Вот. Поэтому мне порадовал один момент, то, что все-таки вопросы, связанные с кировской городской агломерацией, потому что деньги выделены не в область, не, скажем так, не в конкретные города, а деньги выделены в рамках безопасных и качественных дорог в кировской городской агломерации. Я задавая вопрос свой, Сергей Михайлович, как раз сказал о том, что, наверное, это первое публичное мероприятие, в котором, ну, вычали такие отловосочетания, как там Большой Киров, Большая Вятка и Кировская городская агломерация. Вот в этом я бы сказал, что был достаточно серьезный прогресс. Ну, а вот вы сказали, что там цель этого мероприятия в том числе услышать голос народа, провести общественные слушания. А что народ-то говорил? Вы знаете, в чем особенный? Ну, я привык, скажем так, даже не то, что привык, а в последнее время достаточно серьезно стараюсь привыкать к возврату в такие хорошие бюрократические советские элементы. Ну, например, да, проведен протокол, ну, проведено собрание, должен быть протокол. Вот по данным общественным слушаниям я, к сожалению, протокола не видел. Ну, то есть, есть пресс-релизы. То есть, у нас протокол сейчас заменяется пресс-релизом. Ну, на мой взгляд, разница большая. А, Михаил, ну вы же можете его запросить, наверное. Наверное, наверное, могу. То есть, и на самом деле, я думаю, что мы это сделаем, но должен сказать, что у меня есть, собственно, своя запись, мне протокол не нужен как журналисту, как человеку, который может разместить свою информацию, потому что на этом мероприятии действительно задавались вопросы за пределами этого двухлетнего срока. То есть, например, был задан вопрос о том, что запланировано ли строительство моста между Слободским и городом Кирово-Чапецком. То есть, мост, о котором мы достаточно долго говорим, о котором начали говорить, собственно говоря, с момента обсуждения Большого Кирова, да, то есть, потому что, ну, что такое большой город, большая вымирация? Это, в первую очередь, миграция людей, это, в первую очередь, создание... Транспортная доступность. Да, то есть, создание неких взаимосвязей между, ну, как бы, между центрами, скажем, да. Вот, и здесь прозвучало о том, что нет, мост не предусмотрен. То есть, строительство моста по данному проекту не предусмотрено. То есть, до 2025 года. Вот из всех 12 миллиардов мы определили, лишь на что будут потрачены 3 миллиарда рублей. По каждому городу было схематичное изображение, было достаточно впечатляющее, по крайней мере, с точки зрения наглядности, там, световое обозначение улиц, которые будут отремонтированы, да. Но с точки зрения, когда мы переходили, говорить там, а в 2019 году как это будет, да. То есть, а каким образом будут там дальше... То есть, как будет осуществляться, например, развязка выезда из города Кирова в сторону, там, Слободского и Кирова-Чапецка. На эти вопросы, к сожалению, ну, ответа получено не было. И на мой вопрос о том, существует ли уже какая-либо рабочая группа, связанная с, как раз, проектированием этого большого города, да, ну, чёткого ответа не прозвучало, хотя Сергей Михайлович Машнегурский сказал о том, что на сегодняшний день формируется проектный офис. Ну, он формируется в рамках вот как раз вот этого транспортного проекта, да. А вот существует ли проектный офис по Большой Вятке, вот этого, к сожалению, ну, я не слышал, не знаю. И кто туда будет входить, и как это будет планироваться, я тоже не знаю. Михаил, вот нам нужно сейчас уйти на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелёва. Буквально на минуту мы уходим, и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир на 101 ФМ. Особое мнение Михаила Шевелёва, руководителя Кировского отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, вот тут Виталий Брам, общественный активист, он также входит в группу общественного контроля за ремонтом дорог, сделал очень интересное наблюдение, о котором он написал на своём сайте. Я сейчас процитирую. В этом году наша область в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» получит 625 миллионов рублей из федерального бюджета. В этом году я подчеркиваю. В это же время уменьшится поступление по акцизам на нефтепродукты на 1,1 миллиард рублей, потому что размер норматива отчислений в областной бюджет снизился с 88% до 61,7%. Таким образом, по этой логике получается, что одной рукой вроде Центр даёт деньги, а второй рукой забирает часть поступления от акцизов. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Ну, честно говоря, исходя из беглого анализа, скорее всего, действительно так и есть. Это действительно возможно. Почему произошло, к сожалению, я не могу сказать, почему произошло, именно книжение нормативного отчисления в областном бюджете. Потому что деньги нужны. Нет? Всё же просто. Нет, ну на самом деле просто я бы даже... Деньги нужны всем. То есть деньги нужны всем. И вопрос основной в том, что, к сожалению, на сегодняшний день власть, с одной стороны, демонстрируя, я не говорю, что формируя, а демонстрируя некоторые открытые, ну, скажем так, каналы, источники для того, чтобы работали демократические институты, формировались общественные, скажем так, да, развивалась, скажем так, некоммерческая организация. С другой стороны, всё жёстче становится вертикаль всё-таки вертикально. То есть вертикаль, я извиняюсь, всё-таки финансово. То есть вертикаль, связанная с тем, что как бы формально не выглядели властью на местах, они в очень сильной степени завидят от того, сколько им денег дадут сверху. И когда мы слышим о том, что, например, когда там руководители субъектов федерации говорят о том, что это проблема муниципалитета, например, да, и то, что это полномочия муниципалитета, и они должны исполнять, то многие специалисты понимают, что за этими переданными полномочиями нету финансирования. И в этом беда. Здесь примерно та же ситуация. То есть передача достаточно серьёзных сумм средств на ремонт дорог, это, конечно же, плюс. А вот анализ всех остальных аспектов формирования бюджета Кировской области, вот здесь в данном случае, ну, получилось, скажем, провести анализ, и тем более, что Виталий Брам, ну, как бы занимается этими вопросами постоянно, регулярно, скажем, не отслеживает их, да. А сколько таких вопросов ещё связанных с совершенно, ну, другими проектами, другими аспектами. И вот это вот финансовое управление, вот отсутствие некой такой, может быть, назревшей налоговой реформы, нерешённость вопросов, связанных с пенсиями, да, повышением пенсионного возраста, либо с увеличением пенсионных страховых возносов, либо переложением бремени на, как бы, скажем так, на работников этого вопроса. То есть, вот эти вот все вопросы, они, честно говоря, просто накапливаются. И тем самым формируется некая такая большая зависимость, когда вот на, сейчас уже на среднем, раньше на муниципальном уровне, а сейчас на уровне субъекта, уже нет большого желания что-либо предпринимать, потому что ты понимаешь, что вот эта вот машина финансовая, она вроде всё по закону, вроде всё правильно, но реально может, ну, где-то поставить тебе крест на то, что ты не сможешь эти средства получить, получить и, грубо говоря, реализовать те инициативы, которые, ну, фактически назревают в субъекте федерации. Ну вот ещё хочу, Михаил, с вами поговорить о другой федеральной инициативе, это приоритетный проект «Комфортная городская среда». Он, по своей сути, очень сходен с ППМИ. То есть, точно так же предусматривает общественное обсуждение, обязательное общественное обсуждение, но касается дворов. Там по всей России тоже какие-то бешеные деньги выделены, порядка 20 миллиардов. Я правильно, да, говорю? Да, всё правильно, я говорю. То есть, и на самом деле, вот эту схожесть с ППМИ проект приобрел совсем недавно. То есть, буквально 10 февраля у нас постановление правительства вышло о правилах, по сути, реализации этого проекта, да, в которых, если до этого момента были, скажем таки, основные концептуальные вещи, да, и очень много базировалось на, в том числе на заявлениях, на неких публичных выступлениях, в том числе министра строительства Российской Федерации, то сейчас появились некие внятные правила игры, в которых предусмотрены такие, я сказал бы, достаточно жёсткие документы, и в которых предусмотрен достаточно жёсткий порядок, я думаю, к которому очень многие будут не готовы. А вот Вы объясните, расшифруйте, приведите пример, что Вы имеете за дело? Ну, во-первых, предусмотрены правила, то есть, на уровне субъекта Федерации должны быть, сейчас мне соврать, 15 марта, быть разработаны правила, по которым будет участвовать субъект Российской Федерации в реализации этого закона. На основе этих правил будут разработаны муниципальные правила, и на том, причём муниципальные правила должны соответствовать федеральным правилам, ну, и там, правилам субъектов Федерации, и в тех и других достаточно чётко и явно прописано, что первичным является, в общем-то, инициатива жителей. То есть, инициатива, причём инициатива должна быть не просто там, условно, в какой-то там вольной форме, а в форме именно протокола собрания, в которой обговариваются и, собственно говоря, проект, который они хотели бы сделать, да, и, собственно говоря, обговариваются и форма своего вклада участия. Наличие таких документов, например, в сумме превышающей возможности бюджета и возможности ремонта, может стать достаточно серьёзной проблемой, как на уровне муниципалитета, так и на уровне субъекта Федерации, потому что, ну, скажем так, проект создан для того, чтобы нести добро людям, а не тем, чтобы формировать некие внутренние конфликты на уровне городов, на уровне внутри субъекта Федерации. Поэтому решение этого вопроса, оно должно быть решено, по-моему, до 1 апреля, по сути, там, да, и с 1 апреля по, такие там сроки очень серьёзные... Ну, вот, до 1 апреля 2017 года. Да. Утвердить и представить в Министерстве России правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетом. Да, то есть там же будет, как бы, и муниципальный уровень. Собственно говоря, там остаётся, по-моему, там где-то вот май-июнь остаётся как раз на работу с населением. И на самом деле, вот если Кировская область, я бы сказал, что если, ну, скажем так, в основу положат тот скелет или тот, скажем, те опорные вещи, которые уже существуют в Кировской области, благодаря моей, да, то другие субъекты Федерации, боюсь, этим воспользоваться не смогут. Вот мы сейчас в Перми работаем, да, то, как бы, там уровень необходимости проводить разъяснительную работу, он очень высокий. При том, что сейчас ведётся уровень работы с муниципалитетами, а это люди образованные, люди, которые понимают, как бы, что такое закон, что такое местное самоуправление. Здесь же надо было вести работу, в том числе на низовом уровне, то есть у нас есть центры местной активности, например, в городе, да, которые могут эту работу провести. То есть человек пришёл, они могут чётко разъяснить, что нужно делать, чтобы получилось. Вот, а в других субъектах, в других городах такая структура может быть, ну, недостаточно, что ли, проработана. Ну, то есть за Кировскую область вы не переживаете? Нет, так бы я не сказал, потому что на самом деле переживание есть, оно ещё и связано с тем, что по программе предусмотрено формирование программы развития, как муниципальных образований, да, то есть муниципалитетов, так и субъектов федерации. И вот в этих уже, скажем так, программах, в них наряду со всеми там правилами участия и там с теми там векторами развития в этом направлении формирования городской среды, предусмотрено ещё одно, там предусмотрена ответственность за, ну, скажем так, некачественную реализацию, она должна быть там предусмотрена. А вы понимаете, что на этом уровне, скажем, на мой взгляд, нужно понимать, что участие в этом конкурсе, и получение средств на благоустройство двора, которые предполагают комплексное благоустройство, это и проезды, это и освещение, это и скамеечки урн, скажем так, да, оно предполагает потом, собственно говоря, на мой взгляд, ответственность за то, чтобы это сохранить. И здесь вот тот формальный подход, которым, ну, я слышал, что 64 двора каких-то появилось у нас, да, вот такой подход, он, возможно, не пройдёт, просто потому, что беречь и там, собственно, благоустраивать, в основном будут те, кто в это вложился, ну, кто это не считает, что мне и так должны, а которые, ну, захотели и сами в этом поучаствуют. Ну, то есть, вот я немного, Михаил, не поняла, вы с одной стороны говорите, ответственность нужна. Она нужна, и она будет прописана, но то, как она будет реализована, она может быть, ну, скажем так, вот я не знаю, как она будет реализована просто-напросто. Одно дело – это ответственность людей, которые вложили их и отвечают за своё, а другое… Может быть, это ответственность за качество реализованного проекта? Да, 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 да. Ответственность за качество реализованного проекта, ответственность за свой вклад, ответственность за то, чтобы всё состоялось, и, собственно говоря, ответственность за то, чтобы все сроки были соблюдены, это ведь очень, на самом деле, очень сложно. То есть мы сколько участвуем, и причем у нас очень похожее как раз правило с федеральными в том, что реализовано должно быть за год. Единственное, что у нас, например, соглашение и начало реализации проекта очень часто, ну, чуть раньше, то есть это где-то начало июня, есть возможность отторговаться, привлечь подрядчика и так далее. В этом году, этот вопрос, кстати, поднимался и на общественных слушаниях по дорогам, я потом скажу, что проблема с подрядчиком, она будет, ну, на мой взгляд, достаточно суровой. Вот сейчас нам надо снова прерваться на перерыв, я напомню, кхм, кхм, пардон, напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, руководителя Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», и мы уходим на небольшой перерыв. Мы возвращаемся в эфир, это особое мнение Михаила Шевелева, и мы в первой части программы говорили о федеральном приоритетном проекте «Комфортная городская среда». Михаил, давайте вот коротко с вами сейчас резюмируем, а в чём вы видите вот такие вот подводные камни правил реализации проекта? Понимаете, очень чётко была поставлена задача перед руководителями субъектов в том, что контролироваться и отвечать как бы все уровни власти перед федеральным уровнем власти будут за то, чтобы проект реализовывался по инициативе населения. Но если будет плохо, население будет за это отвечать. То есть мы вот в рамках нашего проекта, который 7 лет реализуется, и разговаривая со всеми там жителями, со всеми, кто желает, да, так или иначе всё равно наблюдаем ситуации, когда непонимающий человек начинает, например, жаловаться, не зная каких-то нюансов, не зная каких-то там аспектов, да, не приходя на собрание. Он просто привык писать жалобы в вышестоящие органы и инстанции. То есть в случае, если механизм, который будет признан, принят на улице, на уровне муниципалитета, будет каким-либо образом непрозрачен, а вероятность этого для муниципальных органов, она высокая, ну, просто в силу традиции и культуры, то тогда эти жалобы, письма и прочее недовольство могут очень серьёзно, ну, скажем так, повлиять на будущую реализацию аналогичных проектов в данном регионе. Тем более, что я понимаю, что реализация данных программ, данных программ там на 2018-2020 годах, по-моему, она, да, или 22-й, вот, она как бы должна быть принята до конца года на всех уровнях в этих субъектах, для того, чтобы в следующем году уже к ней привязать все условия федерального, как бы, скажем так, финансирования аналогичных проектов. Вот. И поэтому нужно очень взвешенно и качественно подходить к этим проектам. Нельзя к ним подходить к точке зрения, ну, как бы, обывательской, скажем, да, нам дали денег, вот мы отремонтируем на этот денег, там, столько-то дворов, вот нам на них хватает, мы отремонтируем. Какие? Мы лучше знаем. Вот какие к нам поступали жалобы, какие к нам это самое. Но жалобы и какие-то там уровень, там, ну, скажем, верхний, он не всегда соотносится с поддержкой инициативы. Понимаете? То есть люди должны знать, они должны иметь возможность выразить эту инициативу. И тогда проект будет благой. Будет чётко и понятно сказано о том, что они выиграли потому-то, потому-то, потому-то. Эти не выиграли потому-то, потому-то, потому-то. И без обид, то есть в следующем году давайте будем реализовывать, вы в следующем году уже сможете поучаствовать. Вы говорите про чёткие и внятные критерии. Про прозрачность реализации и про чёткие, внятные правила игры и критерии на всех уровнях власти при реализации проектов, связанных с инициативами жителей. Хорошо, Михаил, давайте тогда с этим закончим. На прошлой неделе, вроде я не ошибаюсь, да, прошла пресс-конференция нашего в Рио губернатора Игоря Васильева. Читали ли вы материалы по итогу? Ну, очень бегаю, если честно, да, то есть основные материалы я как бы просмотрел, но в данном случае это, на мой взгляд, не стало каким-то там сверхсобытийным событием, потому что я ничего нового там не говорил. Ну, вот смотрите, Игорь Владимирович сам назвал свою работу в регионе в 2016 году внедрением системы МЭПа «Наведение элементарного порядка». Это, кстати, очень давно фраза прозвучала, она ещё прозвучала осенью, я помню, даже, знаете, когда она прозвучала? Когда была первая встреча с журналистами, по-моему, первая пресс-конференция, которая в июле была, и мы тогда анализировали, мы экспертным советом собирались, и вот это «Наведение элементарного порядка», по-моему, тогда прозвучало. И она очень серьёзно как бы зацепила, скажем тогда, экспертов, то есть, ну, с точки зрения ожиданий, которые будут, ну, собственно, совершены. Я хотела спросить Вас на самом деле о том, удалось ли это сделать в 2016 году? Ну, я не могу сказать, что удалось в полной мере, или там не удалось, потому что, по сути, были задекларированы необходимости изменения таких системных, скажем так, отраслях. То есть, в лесу необходим порядок, необходим порядок с точки зрения, там, лесозаготовок, лесопереработки и так далее. И, соответственно, там появились некие механизмы, да, там, лесные аукционы, насколько я знаю, там, или появились, или должны вот-вот кого появиться. Там более прозрачная система связана, там, с вырубками, то есть, ГИС, который был представлен, там, информационная система, вот, по порядку в лесных, скажем так, массивах, да. То есть, какие-то вещи, они, по крайней мере, от этого вектора не отступают. Сказать о том, что для меня порядок, он достаточно простая вещь. Это, как это правильно сформулировать, да, провинился, должен быть наказан. Ой, на скользкую дорожку ступаете сейчас. Ну, причём экономически наказан, да, то есть, повышение каких-то штрафных санкций, там, какие-то. И в данном случае, с другой стороны, если ты добросовестный инвестор, да, то есть, например, в лесу же есть, как бы, ну, предприниматели, которые добросовестно, собственно говоря, исполняют свои обязанности, они могут, ну, оказаться вдруг неугодны каким-то, там, федеральным структурам, да, которые, ну, запланировали, вот здесь, там, строить, там, комбинат какой-то. Вот им этот лесной массив нужен. И я вполне допускаю, что, чтобы вот он появился, могут как-то порешать так, чтобы вот этого добросовестного инвестора, ну, как-то убедить в том, что ему здесь лесной участок не нужен, нужен там. Вот я, скажем... Так удалось порядок-то навести или нет? Ну, я бы не сказал, но вектора, они, собственно, они пока выдерживаются. То есть, нет, за такой короткий срок элементарный порядок еще не наведем. Хорошо, вот еще федеральную повестку хочу с вами обсудить. Осталось у нас минут пять. Отставки гувернаторов. За минувшие две недели их очень много. Это и Виктор Басаргин, соседи наши, Пермский край. Это Рязанская область, Бурятия, Новгородская область, Тарелия. Наверняка я перечислила еще не всех. У этих гувернаторов в ближайшие сроки истекали полномочия. Вот они подали в отставку. Вот что это за ротация такая? Ну, во-первых, я считаю, что ситуация на самом деле как бы меняется. То есть, во-первых, подошла, скажем так, во-первых, у нас изменились правила выборов губернаторов. То есть, последняя массовая смена губернаторов, насколько я понимаю, происходила где-то в 2009 году, в 2008, 2009, 2010 году, когда перешли на модель назначения, да, то есть, и там был назначен ряд губернаторов в ряде областей. И, собственно говоря, они... Тогда как раз появилась формулировка в связи с утратой доверия. Да, да, да. То есть, ну, более такая, скажем, простая и жесткая вертикаль власти такая формировалась, ну, и, грубо говоря, прямое обязательство перед руководителями страны возникало. В связи с выборами, то есть, возвратом выборов губернаторов, да, то есть, получилась ситуация, при которой, ну, скажем, существует необходимость не просто быть каким-то хозяйственником, да, а существует необходимость, чтобы человек мог участвовать и побеждать в этих выборах. То есть, вы хотите сказать, что все губернаторы, которые подали прошение об отставке, выборы бы не выиграли? Ну, я бы так не сказал, но, наверное, да. Да, то есть, по крайней мере, у них были проблемы внутри региона, связанные с местными элитами, связанные с тем, что, собственно, ну, с точки зрения выборов могла бы быть ситуация, может быть, менее приемлемая для Кремля. Вот. И, с другой стороны, сами назначения, которые сейчас осуществляют, да, они, в общем-то, ну, на мой взгляд, там, где-то ведут к омоложению кадров в том же Пермском крае, да, то есть, там появился местный, собственно, молодой человек, 37 лет, собственно, и он делал достаточно серьезную карьеру, и, в принципе, на мой взгляд, ну, ход достаточно хороший для Пермского края. А видите ли вы в этом, ну, некий сигнал, не знаю, который связан с предстоящими выборами президента в 2018 году? — Естественно. То есть, если мы говорим о... То есть, на мой взгляд, это как раз и подготовка формирования достаточно устойчивых форматов власти в субъектах федерации для того, чтобы в 2018 году все было достаточно контролируемо и... — Ну, вот вы мне нет... Вы мне объясните, пожалуйста, Михаила, а в чем тогда состоит подготовка? Потому что до выборов 2018 года у них, ну, вот сколько тут банально осталось? Очень-очень мало времени. — Я попробую сказать следующим образом. Для губернаторов время достаточно серьезно изменилось. То есть, если мы берем середину 2000-х годов, то там, в принципе, губернаторы чувствовали себя достаточно вольготно в пределах своих субъектов, да, с точки зрения, там, заключения договоров, ведения хозяйственной деятельности, там, расходования бюджетных средств, формирования бюджетов. На сегодняшний день, с учетом того, что бюджет, ну, скажем, финансирование ухудшается, во всех без исключения от объектов федерации, повысилось требование к тому, что наряду с какими-то внутренними, как бы, скажем так, делами, от губернаторов требуется очень четкое и правильное публичное поведение. То есть, публичное поведение такого уровня, которое позволяет, ну, скажем, с помощью социологических опросов и с помощью, скажем, иных там механизмов определять, насколько ему доверяют эксперты, население, ну, и, собственно говоря, насколько они выстраивают свою жизнь в более долгосрочной перспективе, нежели там завтрашний день. Это, на самом деле, такой тренд, на мой взгляд, присутствует, с учетом вообще всей ситуации, ну, он, в общем-то, необходим с точки зрения Кремля, потому что не просто сейчас не залить страну деньгами, не залить, то есть не порешать все вопросы с помощью денег. Отсюда, на мой взгляд, и повышение там роли общественных организаций, отсюда повышение значимости процессов, связанных с вовлечением населения в расходование бюджетных средств, отсюда, ну, множество других процессов, которые просто-напросто заставляют, ну, консолидироваться там какие-то силы вокруг местных проблем. Ну, хорошо, вот короткий вопрос у меня последний, вас также прошу кратко ответить. Этим летом тоже, если я все правильно помню, там сменили несколько губернаторов, там, правда, были уголовные дела в том числе, а вот летом возглавлять регионы отправили силовиков, некоторые федеральные СМИ называли этих людей личная гвардия Путина, а теперь отправляют молодых топ-менеджеров. Что поменялось? Ну, у нас ведь и глава администрации президента поменялся, то есть на самом деле... Кириенко. Да, Кириенко пришел. У нас сменилась, если вы заметили, очень серьезная модель поведения Госдумы. С, как бы, скажем, с быстрого и множественного принятия законов перешел уклон в сторону, а давайте подумаем, давайте пообсуждаем, давайте более глубокую экспертную оценку проведем этим законам. Прогуливать нельзя, опять же, да. То есть тренд, который Володин задал в Государственной Думе, он тоже, ну, немножко изменился. Вот, и на мой взгляд, вот это вот изменение институциональное, оно в том числе, ну, как бы, сказать-то, говорит о том, что Кремль, наблюдая, в том числе, внутреннюю напряженность, которая присутствует, собственно говоря, она не может не присутствовать у жителей Российской Федерации. То есть оно связано и там с кризисом экономическим, и с внешнеполитической ситуацией, в которой страна оказалась. То есть, мол, мы, ребята, видим, что у вас всё не очень, поэтому мы сейчас у вас снимем прошлого губернатора, и вот вам новый, на которого возлагается. Поэтому у нас, как бы, кадровые решения, они так или иначе, ну, чаще всего вселяют оптимизм. Ну, давайте посмотрим. То есть, сменили человека, может быть, изменится всё к лучшему. Это как минимум даёт время, там, определённое. Хотя сигналов о том, что система меняется, ну, скажем, кардинально меняется, ну, вот я, честно говоря, не вижу. То есть, судя по всему, этот год, ну, вот, который есть у новых губернаторов до президентских выборов, это что будет? Год позитивных ожиданий. Да, вы посмотрите, сколько денег выделяется на дороги, на дворовые территории, на... Это всё позитивная повестка. Посмотрите, как, собственно, сколько проектов партийных «Единая Россия» запускает. Там, у нас с вами времени мало, да? Так-то бы мы с вами ещё... Да, время у нас с вами, к сожалению, не то чтобы мало, оно просто вышло. Поэтому спасибо, Михаил. Спасибо. Это было особое мнение Михаила Шевелёва, руководителя Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания. Продолжение следует...